Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Жития святых рассматриваем во свете Библии открытым оком. Вопрос 2183. Какое самое действенное средство было у врага против верующих? Отчего они теряли свою силу? Ответ. Весьма успешны были действия через женщин. Сирахва 25.27. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Хрисанн, 19 марта. Наставляемый пресвитером Карпофором, Хрисанн в несколько местах постиг тайны Божественного Писания, и затем принял от него святое крещение. И настолько утвердился Хрисанн в христианской вере, и утвердился в любви ко Христу, что по истечении семи дней от крещения своего открыто начал проповедовать в народе Христа Сына Божия. Узнав о этом, домашние родственники дали такой совет полемию. «Если ты хочешь отвратить сына от христианской веры, то сделай так, чтобы он пребывал на свободе и пользовался удовольствиями. Найди ему красивую умную девицу, ты сочетай его с ней браком, и он тогда позабудет о христианстве. Обручись с ним и жени его на образованной и умной девице, и она, хотя бы он и не желал жениться, живя с ним постоянно, приведет его к плотскому совокуплению с собой и отвратит от христианства. В этой борьбе он показал себя непобедимым воином Христовым, отказавшись совершенно от вкусных кушаний и сладких напитков. На девич же тех смотрел, как на аспидов, избегая прикосновения к ним, как к змеям, и пребывал все время в молитве. И ныне я, Господи, смиренно умоляю Тебя, дай мне помощь на этих зверей и змей, с которыми меня в одном месте заключил отец. И как спят заколдованные змеи, так да спят во время молитвы моей эти нечестивые девицы, чтобы не могли возбудить в моем нюнном теле плотского похотения. Бытие 29.20 И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее, а речь идет о другом. Вопрос 2184. Чем вызвано было такое учение, что нужно плоть свою терзать, мучить, ставить в экстремальные условия, буквально изничтожать? Ответ. Это было вызвано желанием возвысить дух над плотью и не дать ей власти торжества над душою. Но шло это не через возрождение в Духе Святом, не через уподобление Христу при возрождении свыше на силу и своего духа, терпение, мужество. Это всегда говорило, что прибегали к этому люди, не возрожденные, не знавшие о рождении свыше, не имевшие личной встречи со Христом. И как ни странно, и как это ни страшно, но многие эти подвижники были бездуховными, тяжко страдавшими, пытавшимися сделать то, что никому и никогда еще не удавалось. И они это ощущали при самих подвигах, которые им нужно было каждый раз начинать сначала. А они не знали победы во Христе. И этими своими подвигами, криком кричали, мы пытаемся спастись своими силами без рождения свыше. Если кто и добивался власти души над служанкой, то есть над телом, то только благодаря садизму по отношению к этой служанке, которая тоже есть наследие со старствия Божия, но в преображенном виде, после всеобщего воскресения. Подвижники, угнетавшие себя на морозе, в нищете, на комарах, они шли совершенно ложным, одуманным путем, своим, человеческим, а не тем, что открыл Христос в Духе Святом через апостола Павла. Римлянам 7, 24. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Пустыни были переполнены этим воплем и стоном самых известнейших подвижников, и вопияли они вожделяем в царстве. Это только один Бог знает. Сколько и вошли ли в это царство. А то, что описатели их житии приписывают в конце их жизни, что вот такой-то вошел в царство, что его понесли ангелы, что было благоухание на всю пустыню, на целый город Рим, слышали пение ангелов, то все это может быть просто желаемо, выдаваемо за действительное. А остальное, что пахнет, что светится, это проделки постоянно делает и дьявол, чтобы закрепить тебя в твоем заблуждении, как говорит о том же Антоний Великий. Победа только во Христе, и при том мгновенная, в момент встречи со Христом. Очень и очень похоже, что никто из пустынных учителей не вывесил плакат на воротах своих монастырей на монастырской зоной, или на вышке. Вот эти слова. Победа и торжества Духа над плотью, одержанной Христом. Благодарение Богу, что Он, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Рим 6, 17. 1 Коринфи 15, 57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфян 2, 14. Очень и очень похоже, что никто из устроителей, полюбившихся им монастырей, не изучал послания апостола Павла Крыльна, 7 и 8 главы. А в этих-то главах и находятся приговоры о разрушении всех монастырей. Их ненужности и даже вред не поведут они не ко Христу, а на борьбу и изничтожение плоти. Это они пытались всю жизнь различными ухищрениями сделать своими силами, пытаясь повторить подвиг Христа. Но Он был безгрешен, и грех не имел над Ним власти. А в нас, смертных, кипит котел смерти. Мы родились и живем в природе греха, где все заражено грехом. А они пытались убедить Христа, что Он не прав в своем подвиге, когда даром дает эту победу Духа над плотью, рожденным, а Духа Святого. А они целые тысячелетия пытались это сотворить своими силами. Что касается видений и прочего, то все это имеет и даже в большей степени подвижники, отшельники ислама и буддисты йоги. Христос пришел на землю, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2.15. Денисий Глушицкий. 1 июня. С этого времени он еще более усилил свои богоугодные подвиги в мосте молить и бодрствовании. И много раз завчиночь проставил на морозе, утруждая этим плоть свою. Василий, великий 1 июня. Он подвязался в крайнем лишении, имея для покрытия себя одну одежду, срачицу и мантию. Носил и влосяницу, но только ночью, чтобы ее видно не было. Питался хлебом и водою, приправляя эту скудную пищу солью и коренями. От строгого воздержания он сделался весьма бледеный тощ и пришел в крайнее изнеможение. Никогда не ходил он в бане и не зажигал огня. Но Василий жил не для одного себя. Он собрал в общежитии иноков, своими письмами привлек себе в пустыню друга своего Григория. В своем уединении Василий и Григорий все делали вместе. Вместе молились, оба оставили чтение мирских книг, за которыми прежде много тратили времени и стали единственным заниматься священным писанием. Жрал лучше изучить его, он считал сочинения, предшествовавших им по времени отцов и писателей церковных, особенно Оригена. Посмотрим еще дальше какие. Как на кухне. В хлебнице предпочтительно перед другими работами преподобный Георгий топил печь. Занятие это особенно тягостно в тех местах в летнее время, когда от сильного зноя тают даже свечи на церковных подсвечниках. Но преподобный Георгий, несмотря ни на какой зной, неустанно работал в хлебнице дважды и трижды в день, растопляя печь и приготовляя хлебы. Другие из братьев не могли переносить такой работы и постоянно чередовались. По этому неустанным трудам Георгия все удивлялись и называли его Железным. Так и подвязался сей земной ангел и небесный человек, назидаясь своими подвигами других. Григорий Критский, 5 января. Здесь преподобный ради Христа подвергал себя великим лишениям. Ходил босой, имел только одну одежду, пищу, состоящую из небольшого количества хлеба и воды. Кушал только по одному разу через два или три дня, спал на рогоже. Жилищем избрал себе глубокую яму и здесь горько оплакивал смуты, которые волновали тогда христианские церкви. Впоследствии святой подвижник затворился в тесной келье. Отсюда выходил он, одетый в одну только кожаную одежду, чтобы наносить воды в щан, стоявшую в монастырской ограде. Исполнив эту тяжелую работу, преподобный уединялся в своей келье и здесь совершал келейное правило. Так, подвязаясь добрым подвигом, он предал в руки Божией святую душу свою. Марк, певец, 25 января. Отвратив свою душу от мирских соблазнов, юноша удалился в селение Умиру и устроил себе там небольшую хижину, в которой провел 37 лет. Много страдал в этой хижине преподобный от сырости, которая вредно действовала на его здоровье, но не хотел оставить свои хижины и прожил в ней до конца своей жизни. Преподобный Марк отличался простотою и не терпел лукавства, а бедность считал за величайшее благополучие. Прожив 90 лет, он довольствовался одеждами из козьей шерсти, а для подкрепления телесных сил употреблял немного хлеба с солью. Совершив долгий свой спасительный подвиг, святой мирно предал дух свой Богу и ныне блаженствует в вечных обителях. Михаил Клопский, 11 января. Нет возможности рассказывать о тех великих трудах, которые подъял преподобный Христа ради. От подвигов и воздержания тела его уподобилось как бы тени. Серафим Саровский, 2 января. Спал старец в последние годы своей жизни, сидя на полу, спиной прислонившись к стене, и протянувши ноги, иногда же преклонял голову на камень или на деревянный обрубок, или ложился на мешках, кирпичах и поленьях, находившись в его келье, приближаясь же к минуте своего отшествия из всего мира, становился на колени и спал вниз, к полу, на локтях, подержив руками голову. Пищу он вкушал однажды в день, вечером. А одежду носил убогую и бедную. Серапион, 14 мая. В Египте проживал один старец по имени Серапион, носивший прозвище Синдонита, так как прикрывал свою ноготу телесную одним только плащом. С юных лет он проводил жизнь иноческую. Он не имел никакого имения, не имел даже и кельи, у него не было пристанища, он проживал, как птица небесная. Никогда он не входил в дом для того, чтобы отдыхать в нем или покоиться на ложе. Он носил на себе лишь один небольшой плащ и имел всего только одно небольшое Евангелие. Серапион ходил с места на место и останавливался ночевать там, где застигала его ночь. Утром следующего дня, встав от сна, он не оставался на том же месте, но снова продолжал путешествие свое, как бесплотный, почему многие называли его бесстрастным. Пахомий, Великий, 15 мая. Что касается меня, говорил святой Пахомий, я бы предпочел приготовить кушание разных видов и сварить всякого рода плоды и поставить все это перед братьями, чтобы им, если они будут обузывать свои желания добровольно, ради подвига, отказываться, если это, совершить великое и доброе дело перед Богом. Феодосий Печерский, 3 мая. После этого облаженный отправился в кузницу и поручил там кузнецу сковать себе железный пояс в виде цепи. Этот тесный, до крови врезавшийся в тело пояс, он надел прямо на тело и с тех пор никогда уже его не снимал. И вот, когда он стал одеваться, мать увидала на его хитоне, нижней одежде, кровь. Как ни старался отрок скрыть, это от нее. Желая узнать, почему тело отрока было в крови, мать стала внимательнее вглядывать и, заметив на теле юноши железный пояс, убедилась, что кровь текла из ран от врезавшегося в тело железного пояса. Разгневавшись на Феодосии, мать разорвала на нем хитон и с побоями сняла с сына пояс. Симеон Девногорец, 24 мая. Однажды блаженный Симеон попросил себе у приходивших к нему крепкую и жесткую веревку и тайно от всех обвил ею тело свое. Так что веревка проникла до костей его. Тело его покрылось язвами, из которых изливались кровь. Влосяница, будучи смочена кровью, прилипла к телу и святого. Сначала начала гнить уже плоть его, но святой Симеон мужественно переносил подвиг свой. Наконец, сначала исходит смрад от гнившей плоти его. Иноки, восходившие к нему на столб, не знали сначала, откуда исходит этот смрад. Потому что, поняв великий подвиг святого, возвестили обо всем Ави Иоанну. Иоанн, ужаснувшись столь великому подвигу, приказал мало-помалу вынуть веревку из тела Симеона и запретил ему предавать тело свое столь лютым мужчиням. Если к нему приходил кто-либо, не имевший одежды, то он, сняв с себя одежду свою, отдавал пришедшему. Сам же пребывал многим. Так поступал он не только летом, но и зимою. Старий же Иоанн не один раз облекал его в одежду, хотя он и не хотел этого, опасаясь, как бы отрок не умер от холода и стужи. Но отрок, ударяя себя в грудь, плакал, говоря, горе мне, окаянному, вот святые сорок мучеников ради имени Христова терпели и холод и стужу в озере, а я боюсь и немного померзнуть. Как же в таком случае я спасусь от вечного скрежета зубовного? Каким образом я могу получить одну участь со святыми? Старий же, огорчившись, сказал, «Что еще хочешь сделать с тобой, Симеон? Вот у тебя лишь не достает ножа, чтобы ты ему мертвил себя». Спустя некоторое время Симеон придумал такое мучение для плоти своей. Он сел на ногах своих и не вставал в продолжение целого года. Бедра и голени преподобно вначале вследствует его гнить, так что от гниения распространялся кругом смрад. Абва Иоанн, призвав врача, просил его врачевать язвы Симеонова. Но Симеон, улыбаясь, сказал, «Жив Господь мой, да не прикоснется ко мне рука или помощь человеческая». Господь же благодатью Своей подал ему здравие и встал отрок, будучи здрав обеими ногами и бедрами, так что не имел на них совершенно никаких следов язв от ран. Став на колено, святой возносил долгое время благодарение Богу за свое исцеление. Петр Афонский, 12 июня. Так преподобный провел в безмолвии, в пощении и молитве 53 года. Прожил на горе столько лет, преподобный не видал лица человеческого, не имел одежды, чтобы прикрыть наготу своего тела и ничего такого, что потребно человеческому естеству. Только небо было его покровом, а земля постелью. Летом его опалял солнечный зной, зимой он мерз от холода. Все это он терпел ради любви Божьей и будущего воздаяния. Амуфри Великий, 12 июня. Потом я смиренный Пафнути спросил, очень честный, многие ли труды предпринял ты в начале твоего прибытия в пустыню? Блаженный старец отвечал мне, имей мне веру, возлюбленный брат мой, что я предпринял столь тяжелые труды, что уже много раз отчаялся в жизни своей, считая себя близким к смерти. Ибо я изнемогал отхол, голода и жажды. С самого начала прибытия в пустыне я не имел ничего из пищи и питья. Случайно разве только я находил пустынное зелье, которое было мне пищей. Жажду же мою прохлаждала только роса небесная. Жар солнечный жег меня днем. Ночью же я мерз от холода. Тело мое покрывалось каплями дождевыми от росы небесной. Чего другого я не претерпел. Каких трудовых подвигов не предпринял в этой непроходимой пустыне. Алипий столбник, 26 ноября. Преподобный же снял со столпа легкий навес, бывший над его головою, и стоял, имея небо своим единственным покровом, мужественно перенося стужу и зной, дождь и град, снег и мороз. И был он таким добровольным мучеником, не краткое время, но 53 года, страдая на своем столбе, как бы пригвожденный ко кресту. Евсевик пустынник, 15 февраля. О месте рождения родителях всего преподобного не сохранилось никаких сведений. Известно только, что первоначально он поступил в один монастырь, а потом оставил его. Взошел на вершину горы, близ которой было расположено селение по имени Осиха, и сложил там из тухих камней себе ограду, и стал узнурять в свое тело. Во всю свою жизнь он ничего другого не носил на теле, кроме кожаной одежды, а питал только квашенными горохом и бобами. Петр Патрицкий, 1 июля. Затем, удалившись в уединенное безмолвное место, устроил себе здесь небольшую келью, в которой прожил 8 лет, нося на теле колющую лосиницу, и во все годы постнической жизни, не обувая ног, он страшно истощил себя постом, бдением и прочими иноческими подвогами. Александр Свирский, 30 августа. Никто никогда не видел его лежащим даже на рогоже или возливающим на тело свою воду. А одежда ему служил, сделанная из грубой ткани подрясник, настолько сильно истерты, что на нем нашито было множество заплат. Многие неразумные люди издевались над ним и поносили его, но он такие поношения принимал от них с радостью. В заключение он завещал им, чтобы после его смерти никто из них не держал у себя никаких опьяняющих напитков. Вопрос 2188. Зачем некоторые юродствовали? И почему церковь этот вид дуращества стала считать подвигом? Ответ. Священство совершенно не заботилось о том, чтобы их прихожане знали Библию. А где нет света, там тьма гнездится вольготно. Так, для умного надо многое знать, а под дурака играть для этого что нужно? Терпение и крепость, чтобы по-настоящему не стихнуться. Серафим Саровский говорит, что из тысячи юродствующих только один настоящий юрод. А остальные на все почему один ответ не знали ни Бога, ни Библию. А поэтому всякое необычное явление стали давать в образец, потому что на место Библии была зияющая пустота. И остались с ее родством и уродством. Возвратившись с храма, Иеромонах сказал о видимой Нугуменову братью. То есть это впереди Михаил Клопский, 11 января. Осталось засели неизвестным, откуда пришел в обитель святой Михаил и кто были его родители. Событие это совершилось летом, в то время, когда вся братья была на утренней, на девятой песне канона. Иеромонах, совершавший божественную службу, окодил храм и пошел покодить в своей келье, которая находилась около храма, нашедшей келью открытой, между тем, как он ее запер, уходя в храм. Иеромонах вошел в нее и увидел сидящего человека в выноческой одежде. Перед ним горела свеча, и он переписывал книгу Деяний святых апостолов. Возвратившись в храм, Иеромонах сказал о видимом Игумену и братье. Те по окончании богослужения пошли в келье и нашли ее запертое изнутри. Игумен сотворил молитву, но ответного возгласа из келья не последовало. Вначале стучали дверь, но она оставалась запертой. Тогда Игумен приказал разобрать крышу на сене, войтя в них, нашли запертую внутреннюю дверь. Когда по приказанию Игумена она была взломана, и все вошли в келью, то нашли там старца, который сидел и писал. Но старец спросил его, скажи мне, человек ты, человек ты или дух? Старец повторил слова Игумена. На Игумен, а ты человек или дух? Игумен сотворил молитву. Старец произнес все же молитвенные слова, что Игумен. Тогда настоятель стал осенять пришельца крестным знаменем и окождать ладаном. Старец же уклонялся от каждения и вел себя как юродивый. Вместе с братьями святой Михаил пошел в храм к литургии, во время которой пел на клиросе с монастырскими певцами. Игумен поручил ему прощать апостол, и все были до глубины души утешены красотою и вдохновенностью его чтения. По выходе из трапезы, на которой святой исполнял положенное чтение, Игумен ввел преподобного Михаила в назначенную ему для жительства келью. И с того времени блаженный остался в монастыре живоначальной Троицы, неся послушание чтеца в храме и на трапезе. И великое сердечное умиление испытывали все, слушавшие его чтение. Ни Игумен, ни братья не могли узнать, однако, имени новоприбывшего брата, откуда он пришел и каково его происхождение. Янус Сюжский, вроде бы, 29 мая, всегда ходил с грустным и жалостным лицом, так что те, кто видел его, думали, что он не в полном уме. Тогда мать его отправилась в бывший там монастырь в жероначальной Троице, приняла иношковское пострижение и вскоре избрана была Игуменей этого монастыря. Все время она имела сына при себе, но блаженный отрок, познав суету мира сего, принял на себя вид юродивого. И мать, видя, что он так ведет себя, предоставила его воле Божией. Днем старался оказаться людям юродивым и бегал по улицам, чтобы не узнали его притворство. Отдыхал он обыкновенно на навозе и ходил совершенно на гимн, только на пояснице носил одно разорванное рубище. Но когда стучалось ему задевать на себя рубашку, то и она всегда была ветхой, никогда она не мыл ее. Много терпел преподобный от легкомысленных людей оскорблений, насмешек и побоев. Однажды, вследствие зимнего холода, он влез в сильно раскаленную печь, лег в ней на горящие угли, как на постель, и нисколько от этого не пострадал. Проведший так жизнь свою, блаженный Иоанн, узнав о своем отшествии ко Господу, помолился о всем мире, оградил себя крестным знаменем и, легше на землю, предал святую душу своей в руки Божией. Юродивый, собственно, значит глупый и безумный. Так называются христианские подвижники, представляющиеся глупыми или странными из смирения ради вечного своего спасения. Симеон Юродив, 21 июля. Пусть не соблазнится кто-либо, считая про некоторые странные и вызывающие смех действия, которые святой Симеон творил в притворном юродстве, глумясь над пустым и горделивым миром, но обсудит каждые слова апостольские. Если кто из вас думает быть мудрым веки семь, тот будет безумным. Еще, мы безумны Христа ради, потому что немудрые Божии, премудрые человеков. Из Иерусалима пошел преподобный Симеон в город Эмессу. И там начал свое Христа ради ее родствования. Подходя к городу, увидел он на сорной куче дохлого пса. Снял свой пояс, он привязал пса за ногу и повлек его в город, быстро прошел через ворота и тащил по улицам. Собралось множество детей, которые бежали за ним с криками «Монах юродивый! Монах юродивый!» И бросали в него камнями и били палками. А утром воскресенья он пошел в церковь, при начале литургии, имея за пазуха орехи. Прежде всего Симеон начал гасить свечи, а когда хотели его выгнать, он, вскочив на омвон, бросал орехи в женщин и едва с большим трудом могли изгнать его из храма. Он же, убегая, и так сильно был избит хлеботорговцами, что едва остался жив. Увидав блаженного старства, продавец, не подозревая его уродства, обратился к нему со словами, что бродишь, старец, пойди ко мне и продай сочево бобы, крупу и прочую снять. Он точно согласился. И, севши в коморке того человека, начал даром раздавать припасы приходящим нищим и сам их ел, потому что не вкушал пищу целую неделю. И когда все раздал и ничего не собрал денег, то человек тут начал сильно бить его и вырвал у него бороду и выгнал из своего дома. Но старец, не уходя, сел у ворот. Когда он юрод стал в городе, один содержатель корчмы взял его к себе и держал его как раба. Был же он раба жестокого и немилосердного, и редко когда давал старцу пищи, хотя ради него и получал много прибыли, так как горожане говорили, глумясь, пойдем пить в корчму, где и уродивый. Старец своим юрилостом веселил пивших. Василий Блаженный 2 августа. Блаженный настолько был беден, что не имел для себя даже малой пещеры и не носил на теле своем одежды, а прибывал всегда без жилища и ходил многим и летом и зимою. Зимой замерзая от холода, а летом страдая от зноя. Находясь постоянно среди шума и криков, но имея душу свою свободную от страстей, он всегда проводил Христа ради жизнь юродивого. Он ничего не говорил и представлялся как бы лишенным дара слова, желая этим скрыть от людей свои добродетели и быть ведомым только Богу. Но не может укрыться город, стоящий наверху горы. В следствии чистоты жизни, блаженного и его несохрушимого терпения, слава о нем дошла до слуха благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича в Сеаруси самодержца, которому о жизни его рассказал пресвященный митрополит Макарий. Оба они весьма одевились его терпению и прославили Бога за то, что он даровал в их время такого святого Божия. После этих слов блаженный предал душу свою в руки Божию, от тела его весь город наполнился благоуханием, и множество жителей города стеклось на его погребение. Открылось умилительное зрелище. Царь и князья до святого храма сами несли на плечах своих тела блаженного. Епископы и священники со всем прищем прославляя его. Филипп салмы и царковное песнопение. А народ со слезами он склицал, говоря, приблаженный Василий, молись усердно Христу Богу нашему за город наш Москву и за все русские города и селения, за христолюбивого царя нашего, его благочестивую царицу и за благородных детей, а воинству его будь пособником в победе и преодоление супостата. Вопрос 2193. Аминь.